Такого гостеприимства я ещё не встречал. Как хорошо нас приняли. Какой прекрасный был вечер. Знаешь, мне она тоже очень понравилась. Она мастер на все руки. Нет, правда, молодец. Проведу и Фариду и лягу спать. Всем спокойной ночи. Подожди, сынок, не буди её. Этот ребёнок слеп. Фариду, где ты? Фариду, где ты? Да, брат. Ну что там у вас? Она всё ещё без сознания, да? Да. Хорошо. Если проснётся, сделай ей укол. Однако, хорошенько рассчитай дозу. Это лекарство может и убить. А если она не проснётся? Проснётся! Мы всё рассчитали. Ты, главное, с дозой не ошибись. А. Денежки, ты, надеюсь, не удумал своровать? Я правильно понимаю? Нет, не удумал. Ладно, жду новостей. Дома никого нет. Может, останешься сегодня у меня? Мы с папой недавно только начали ладить, ты знаешь. Будет лучше, если я вернусь домой. Хорошо. Так тебе будет угодно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты забудешь эту деревенскую красавицу, Кемаль? Матушка! Сынок? Что случилось? Фариды нигде нет. Как это нет? Я везде посмотрел, её нигде нет, матушка. Что происходит? Что за шум? Фариды нигде нет. Боже мой! Матушка, она тебе что-то сказала? Она могла куда-то пойти? Сынок, ты же последний, с кем она разговаривала по телефону. Хорошенько подумай, матушка. Успокойтесь. Не надо тут паниковать. Вылезет откуда-нибудь. Она была больна, отец. Говорю же, как я могу быть спокоен? Нет, я говорю же, нет. Подожди, я Йилда сейчас позвоню. Хорошо, позвони, я поверю в саду. Только этого не хватало. Да? Алло, Йилдыс. Извини, что беспокою ночью, однако... Фариды у тебя, доченька? Матушка, что Фариды в такое время может делать у меня? Да не знаю, её просто дома нет. Я подумала, что она могла к тебе прийти. Вот как? Куда она могла пойти ночью-то? Мы сейчас придём к вам, хорошо. Всё, клади трубку. Что опять стряслось? Ферман, Фариды пропало. В саду её тоже нет. Пойду объезжу больницы. Боже, защити нашу маленькую деточку. Пойду объезжу плотную. Нет, Фарид, и сейчас не время. Тебе нельзя сейчас просыпаться. Пока ты так невинно спишь, очень сложно не прикоснуться к тебе. Надеюсь, ничего плохого не случится. Не дай бог, Усман. А, ну вот они пришли. Что случилось, матушка? Есть новости? Нет, доченька, мы тоже ждем. Добрый вечер, отец. Добрый вечер, отец. Расскажите, что случилось? Что тут рассказывать? Девушка попала куда-то, а нигде ее нет. А твой придурок-брат ищет ее везде. Но она такая маленькая, всех вас обманывает. Наверняка здесь что-то есть. Что может быть? Видимо, с ней что-то случилось. Вместо того, чтобы переживать, ты такие вещи говоришь. И защищай мне тут ее. Тонч. Дядя, тебе сочи нужно приехать в компанию. Почему? Нас ограбили. Хорошо, сейчас приеду. Плохие новости? Нам нужно поехать в офис. В такое время? Фирман, ну же! Ой, я сейчас сойду с ума. Что происходит? Почему нам никто ни о чем не говорит? Что происходит? Что происходит? Субтитры сделал DimaTorzok Сестра, ради бога, что ты делаешь в такой поздний час? Кадер, стены давят на меня. Посмотри вокруг, все грязное. Все в ужасном состоянии. Мне нужно прибраться. Я сейчас все вытру. Везде сейчас будет чисто. Нет, дорогая Хандан. Кемаль еще не вернулся домой. Хорошо, доченька. Если он вернется, я попрошу его позвонить. Хорошо, дорогая. Тебе того же. Ты посмотри, в каком виде комната. Все разбросано. Слушай, а ее не могли похитить? Матушка, ее одежды нет. Мне кажется, она сама сбежала. Сестра Назира попросила меня собраться. Зачем ей сбегать, доченька? У нее через пару дней свадьба. Я тебе говорю, ее одежды нигде нет. Мать, ты не понимаешь? Да, брат. Что? Хорошо, я сейчас же приеду. Зачем вообще эти охранники созданы? Вместо того, чтобы охранить, они фильмы там смотрят. Сейчас разберемся с этим делом. Я знаю, что с ними сделать, дядь. Не переживай. Алло. Что это за безобразие, а? Кто будет за это платить? Кто сегодня занимается дежурством? Отправьте его ко мне в комнату. Быстро! Вот записи. Иди сюда, безмозглый, иди. Не дай бог, я там ничего не вижу. Я вас всех уничтожу. Началось, дядя. Кто этот подонок? Откуда он знает код? Перемотай на начало. Ага, вот здесь видно его лицо. Селим! Друг Фариды! Да, дядя. Это он и есть. Наверняка с ней что-то случилось. Ей нужна помощь, я знаю. Брат, успокойся, сядь посиди. Она мне на звонки не отвечает. Брат, разве не это телефон Фариды? Да. В последний раз она разговаривала со мной. Кроме меня, больше ни с кем не говорила. Ну не расстраивайся ты сразу. Посмотрим, если мы с переписку. Деньги у меня. Закончились эти муки. Сегодня ночью я жду тебя. Наконец мы сегодня будем вдвоем. Что случилось, брат? Ты что-то нашел? Да нет, ничего, брат. Ты что-то нашел? Дай мне! Да, брат! Деньги у меня. Закончились эти муки. Сегодня ночью я жду тебя. Теперь мы наконец-то будем вдвоем. Отправлено от Селима. Джу Нейт. Сынок, ты куда? Оказывается, все это время мы растили врага. Я позвоню в полицию. Не надо в полицию звонить. Мне кажется, мы сами все можем решить. Да ладно тебе. У нас есть записи. Дадим полиции, пусть они разбираются. Пока ты будешь давать показания, он уже сбежит. Я все сделаю. Доверьтесь, не я сделаю. Не волнуйся, он справится. Фариды нигде нет. Селима тоже. И денег. Какое совпадение. Они взяли деньги и сбежали. К сожалению, я думаю так же. Надеюсь, мы ошибаемся. Иначе Джу Нейт будет очень разочарован. Что происходит, брат? Что это за смс-ка? Кемаль, я схожу с ума, с ума. Да не надо сразу думать о плохом, брат. Может быть, он случайно отправил смс в Фариде? Или может быть, они так просто шутят? Теперь я очень удивлен. Я не знаю, что мне делать. Кемаль. Скажи мне что-то, брат. Ну, ну же, скажи. Что сказать, брат? В таких случаях обычно ты меня всегда наставляешь. Немедленно рассказывайте нам, что случилось. Знаешь, сестра, мы бы рассказали, если бы знали. Вы проходите внутрь. Что такое, Тунч? Джу Нейт. Нас ограбили. Деньги Сидэм похищены. Что? Кто мог на такое пойти? Селим. Но я его нашел. Где он? Он один? А откуда мне знать, кто с ним? Отправь мне адрес. Хорошо, я отправлю тебе адрес, и мы встретимся там. Они нашли Фариду? Кемаль. Мы уезжаем. Что происходит, не пойму. Вам позвонил Тунч, и вы сразу убегаете куда-то. Слушай, Йилдис, кажется, что-то ужасное происходит. Если бы я знала. Нет, я не могу здесь стоять без дела. Пойдем, посмотрим, куда они. Джу Нейт в пути. Он скоро доедет. Ты знаешь, что делать. Все понятно. Послушай, если ты хочешь получить полную сумму, делай все без ошибок. Что происходит? Какие-то новости? Я с его боссом говорил. Есть один адрес. Мы нашли Селима. Хорошо. Эй-эй-эй. Спасибо.- СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Брат, что ты делаешь? Брат, мы же врежем, все, успокойся. Брат, остановись, я буду водить. Брат, не потеряйте машину из виду. Следите за ними, они едут на максимальной скорости, как я успею. Эх, матушка, надеюсь, ничего плохого не случится. Эх, Йилдес. Алло, Джесс, Кемаль там? Громче говори, не слышу. Внимательно посмотри, мозг напряги. Конечно, я звонила ему, он не отвечает. Я подумала, что он в клубе. Я поняла. Хорошо. Где же ты, Кемаль? Кажется, я знаю, где ты. Брат, а если Фарида внутри? Разве ты думаешь, что Фарида способен на такое? Ну, что это за сообщение? Еще и это кража. Кемаль, клянусь, я с ума сойду. Брат, давай сначала я зайду. Мы вместе зайдем. Брат, зачем это-то? Кемаль, не лезь. Ну и зачем они сейчас сюда приехали? Откуда мне знать, матушка? Ехала с тобой. Боже мой, они зашли в это здание. Может, нам тоже пойти? Пойдем. Я их ненадолго отвлеку. Первым зайдет Джунейд. Первым он увидит свою любимую. Кажется, у нас получается. Ты мне что, не доверяешь? Как будет возможность, сообщи мне. С удовольствием. Где этот тонч? Не знаю. Он сказал, спускайтесь, я сейчас приду. Мы теряем время. Мы должны сообщить в полицию. Фарида. Фарида. Просыпайся, у тебя могут быть проблемы. Фарида. Вы же вроде рассчитали дозу. Она не просыпается. Джунейд. Это здесь. Открой дверь. Открой дверь, кому говорю. Фарида, просыпайся, Фарида. Что происходит? Открывай, бессовестный. Молодец какая. Открой же дверь. Открой ты же эту дверь. Открой эту дверь. Я знаю, ты там. Что происходит? Открой дверь. Открой дверь, бессовестный. Матушка, мы должны что-то сделать. Сестрине, хорошо. Открой. Открой. Она услышала, что у Кемали будет свадьба. И не знает, что делать. Это ты понятна, матушка. Но ты-то почему плачешь? Из-за дочери. Смотри, что с ней. Это я ее так оберегаю. Вырастила ее в одиночестве. Я ее так оберегаю. Если бы я нашла человека, который смог бы нас оберегать, то моим детям не приходилось бы вот так вот плакать. Тогда бы он не позволил всему этому произойти. Но у нас же есть брат, матушка. Когда он вернется с Арнией, мы не будем одни. Сыстриняя. 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 Сыстриняя.